Челси в последнее время показывала не очень убедительную игру, и как вы думаете, какие у вас шансы на этот матч? Добрый вечер. Эти игры состоят из двух матчей. Так что перед началом каждого матча я перед игрой с Олимпиакосом шансы 50 на 50. Обычно мы говорим о двух матчах. Этот турнир был играть в двух матчах. Практически, как в предыдущих матчах против Григорий Олимпиакос, мы были рассчитывали один раз. Так что, да, мы увидим, что это будет происходить tomorrow. Александр Николаевич, для себя вы уже решили, кем завтра заменить отсутствующего Суоля и, к сожалению, отсутствующего Вербича из-за дисквалификации? Вы решили, кто будет выбирать, кто будет выбирать против Григорий Олимпиакос и дисквалификации Вербича? Ну, игровую схему мы менять не будем, у нас один нападающий, так что место Франа выйдет, завтра Русин. А то, что касается замены Вербича, здесь у нас есть варианты и тут мы уже завтра определимся уже в день игры, кто будет играть в позиции. Мы действительно решили, что в месте Сула будет играть, что Русин будет играть. Но, как и все другие варианты, мы будем решить tomorrow, это точно. Сайт-обозреватель Александр Лепенко, пожалуйста, вопрос. Александр Николаевич, чемпионат страны, которая более 150 лет тому назад подарила миру футбол, я думаю, по праву считается сильнейшим в мире. Как на ваш взгляд, в чем изюминка английского чемпионата, его главная характеристика, в чем он отличается от других? И вы видите, это прекрасно. Знаете и видели. Спасибо. Как вы думаете о английском премьер-шипе? Потому что, в соответствии с этим господином, это сильнейшая компетитация в мире. И это имеет что-то очень особенное. Так что вопрос к Казкеевичу, о чем он думает о английском премьер-шипе? Ну, в первую очередь, это заполненные трибуны. При таком количестве зрителей, да, играть плохо в футбол нельзя. Каждая игра проходит с первой до последней минуты. Бескомпромиссная на каждом участке поля, так что это и привлекает занятий в футбол. Этот футбол приятно смотреть и по телевизору. Так что, наверное, вот эти моменты, которые красят английский футбол. Минейли, если вы посмотрите, это хаус-фул в каждом игре. И спектатуры становятся очень рады о том, что они видят на футбол. И, в основном, игроки получают комплименты. И это создает это великолепное и, в основном, и, в основном, атмосфере, это, в основном, как бизнес-карт для футбол. Спорт-экспресс. Александр Кович, пожалуйста, готов ли Кадар завтра выйти на поле с первых минут? И среди футболистов, которые прилетели сюда в Лондон, есть в частности Дуэлунд, который, видимо, еще не готов. Как проходит его восстановление и когда можно ожидать его возвращения в строй? Вы думаете, что Кадар будет играть прямо из старта tomorrow? И что с Дуэлунд, который был уничтожен? Как его восстановление? Как он борется с уничтожением? Ну, я сегодня, летя в самолете прочитал состав, который даже ты прогнозировал, да? Кадар у тебя в составе. Вы, наверное, больше знаете, с футболистом. Да, он чувствует себя неплохо, но все-таки игровая практика и игровой тонус должен быть. Но он готовится к этой игре, и у нас есть лишь один нападающий, и всего пять защитников. Кадар, это хорошо, он готовится для игр, но у нас только один футбол и пять защитников. Так что, да, мы сделаем решение. А то, что касается Дуэлунда, то он уже три дня работает вместе с нами в группе, и чтобы не оставлять его там одного, когда он прилетел с нами, и будет участвовать тоже в тренировочном процессе. И инженер Дуэлунд, он, вместе с командой, приехал здесь, и за три дня, он занимался в тренировочных сессиях, и мы решили не оставаться его в Украине, и он сейчас с командой. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры!